Пешеход, имеющий светоотражающий элемент, заметен на расстоянии 150 метров. Риск попасть в ДТП без светоотражателя в 10 раз больше, чем с ним. Об этом прохожим сообщили во время акции «Пешеход». Детям и взрослым на улице раздавали светоотражающие фликеры. Именно в это время увеличивается количество наездов на пешеходов, не имеющих светоотражающие элементы. В связи с этим мы сегодня провели такую акцию и по возможности как можно больше охватываем пешеходов и раздаем им светоотражающие эклипсы. Ольга Лихоткова сама не раз убеждалась в том, что в темное время суток пешеходов практически не видно. Детям и внукам всегда стараются прикреплять фликеры на одежду. Хотя бы на курточке полосочка, что бы вот, да, боимся уж когда вот пешеход вот переходит, вот здесь очень опасно. Роза Зонин знает, даже такое яркое пальто в темное время суток будет не видно. Лучше крепить на одежду свето-возвращающие элементы. Вот эти штучки, они, конечно, мы внукам-то покупаем, везде у них на куртках. А этот мужчина считает, что все обязательно должны соблюдать ПТД и пешеходы и автомобилисты. Здесь речь идет о безопасности детей. Сейчас мы все время куда-то торопимся, и утром, и вечером бежим, по сторонам не смотрим. Отдел ГИБДД предупреждает водителей о необходимости быть внимательными за рулем. Это связано с меняющейся погодой и возможным образованием гололедица. Также настоятельно рекомендую водителям быть крайне внимательными вблизи пешеходных переходов и в местах с интенсивным движением пешеходов, вблизи образовательных учреждений и рядом с остановочными пунктами общественного транспорта. За 9 месяцев в Альмитске произошло 27 наездов на пешеходов, в которых 27 получили травмы. Леана Ахметвалеева, Ильнур Залятов, Новость, Юго-Восток.